Служение современному обществу Многое меняется очень быстро Если раньше, чтобы какой-то сдвиг, шаг произошел в какой-то промышленной революции Нужно было десятки лет То сегодня не успевают производители друг за другом Может быть высокая конкуренция Очень быстротечность в нашем мире Многое меняется И настолько меняется, что мы с вами не успеваем Возможно, если человек сегодня хочет купить самый дорогой популярный телефон Купив его, через полгода он обнаружит, что его телефон уже не самый популярный Уже, скорее всего, вышло другое какое-то устройство Которое будет дороже, ценнее, популярнее, лучше Сегодня мы с вами живем как раз вот в такое время Уезжая давным-давно, пять лет назад даже И поехав сюда вновь, я вижу, как многое все меняется Очень быстро все меняется Что-то раньше было непопулярным Сегодня является отображением сущности человека И мы где-то понимаем, что мир сегодня меняется Что и церковь тоже должна как-то видоизменяться А больше, наверное, наши подходы Наши методы служения То, что мы сегодня несем людям Как современному обществу Что раньше, казалось, приносит евангельский успех То, что раньше приносило евангельский успех Кажется, сегодня где-то чего-то не хватает Что-то чего-то недостает Если посмотреть даже внутрь нашей церкви Мы тоже внутри церкви как-то поменялись Мы тоже стали современным обществом Мы начали мыслить как современное общество Как популярное общество Мы тоже мыслим как постмодернисты Я помню, если 10 лет назад Пастор что-нибудь говорил И его слова были очень веским аргументом Если преподаватель богословского факультета Что-то сказал Для нас эти слова имели большую ценность И они могли служить аргументом Сегодня, когда мы слышим какие-то высказывания И приводим их как аргумент Нам говорят, что это ничего не значит Есть вот такое мнение Есть вот такое мнение Это так сказал Это так сказал Мы внутри церкви даже Уже мыслим как современные люди Я хотел бы подумать о том Как мы сегодня несем Евангелие Весть Евангелия Как мы благовествуем современному обществу Недавно я прочитал В книге Джон Паулина Вечная Евангелие о вечно меняющемся мире Такую интересную историю Этот автор, Джон Паулин Я так понял В своей книге тоже переживает Вот такие моменты в своей жизни Тоже переживает о том Как благовествовать современному обществу И он рассказывает Очень интересную историю Как они готовились к евангельской программе Они выбрали очень богатый квартал В котором решили проводить Такую евангельскую программу В виде преподавания уроков по откровению И провели такую рекламную кампанию Финансов ушло на рекламную кампанию 100 тысяч долларов Ушло только на приготовление На рекламу этой евангельской программы В сравнении В том городе, где я совершаю служение У нас уходит в среднем 150 долларов На проведение в целом евангельской программы И он описывает, что после таких затрат После таких усилий На программу пришло 8 человек И после этого, говорит, что-то нас побудило пересмотреть Что-то, возможно, мы делаем не так Возможно, необходимо изучить общество Посмотреть, чем люди живут Почему так произошло Почему столько после таких усилий Всего пришло 8 человек На нашу программу Я понял, что нам сегодня Необходимо научиться Благовествовать современному обществу Я недавно общался с одним пастором Он сказал очень удивительную фразу Она меня шокировала Она почему-то тронула меня до глубины души Он сказал Я хочу служить в такой церкви Я хочу организовать такую церковь В которую хотели бы ходить мои дети Я еще раз повторю, что он сказал Я хочу организовать такую церковь Чтобы в которую хотели ходить мои дети Я об этом задумался Я подумал, задумался над этим И я понял, что сегодня, если мы не научимся Благовествовать современному обществу То наших детей не будет в церкви Потому что наши дети Это современное, новое поколение Если мы не научимся современному поколению Благовествовать Наши дети рискуют остаться Вне церкви Сегодня, если говорить о современном обществе Наблюдаются вот такие факторы Что касается современного общества Надломленность говорится о том, что в современном обществе есть такое понятие, как надломленность. Большинство из нас, и я в том числе, мы где-то заложники неполноценных семей, неполноценных обстоятельств, сложностей, рожденных в момент перестройки в наших государствах. Мы, как люди с вами, вот молодое поколение, оно вот сегодня по мнению тех, кто служит людям, постмодернистскому обществу, они говорят, что они надломленные. Они нуждаются в искренности, они ищут своего лица. То есть у них происходит поиск своего лица, они ищут себя в этом мире. У них есть терпимость к инаковерующим. Сегодня, даже как адвентисты седьмого дня, старшие братья рассказывали, что раньше мы бы никогда за один стол не сели кушать бы с другими конфессиями, и, возможно, обратно они бы с вами не сели бы никогда кушать за один стол. Сегодня есть все-таки вот эти потепления. Мы с другими протестантскими циклами можем общаться, сотрудничать, делиться какими-то опытами в служении, переживать, молиться друг за друга. Есть вот эта терпимость к противоположному мнению, терпимость к инаковерующим. Сегодня есть среди народа потребность в духовности. И среди вот этих всех перечислений, которых сегодня есть в современном обществе, есть одна важная деталь, которой сегодня я живу. Это потребность в сообществе. Сегодня, оказывается, современное общество, современные люди, они нуждаются в сообществе. Сегодня люди очень тяжело переживают одиночество. Каждый человек сегодня хочет находиться с кем-то, где он будет полезен, где в нем будут нуждаться, где он будет в ком-то нуждаться, где он будет чувствовать себя хорошо. Каждый, оказывается, современный человек сегодня нуждается в сообществе. Мой город, в котором я сегодня совершаю служение, полностью поделен на сообщество. Я раньше никогда этого не замечал, но сегодня так происходит. Весь город, в котором я совершаю служение, поделен на сообщество. Все люди живут группами, какими-то сообществами. А что интересно, сегодня, благодаря интернету, они свое сообщество как-то обозначили в соцсетях. Например, в WhatsApp или у нас в Telegram есть такой канал. У каждого сообщества есть группа в интернете, где они могут даже на расстоянии общаться, переписываться, просить о какой-то помощи, помогать друг другу, договариваться вместе покушать, пообедать. Люди вот так сегодня живут вот этим сообществом. Я сегодня понял, чтобы благовествовать современному обществу, благовествовать сообществом, нам либо нужно создать такое сообщество, которым людям будет комфортно приходить, где они будут себя чувствовать уютно, комфортно и будут чувствовать себя нужными, будут находить себя в этом сообществе. Либо нам нужно идти в эти сообщества, проникать в эти сообщества, чтобы изнутри, находясь в этих сообществах, мы могли доносить благую весть. Я хотел задать вопрос. Не знаю, можно ли здесь задать вопрос. Может быть, кто-то мне ответит, хотя зал большой. Скажите, пожалуйста, может быть, вы подскажете, какие сегодня существуют самые труднодоступные сообщества, которым тяжелее всего благовествовать. Ну вот, на ваш взгляд. Какие есть такие сообщества, которым тяжелее всего донести благую весть? Кто исповедует религию ислам? Спасибо большое. Хорошо, еще. Представитель власти богатым людям, то есть миллионером назвали еще, как и есть сообщество, которым тяжело доносить благую весть. Подростки, спасибо большое. Тоже хороший ответ, действительно. То есть сегодня существует, можно добавить, милиционеры, пожарные, то есть представители власти сказали, сегодня существует сообщество, которым тяжелее всего доносить благую весть. На примере апостола Павла мы видим, что апостол Павел старался донести благую весть тем сообществам, которым казалось невозможно донести эту благую весть. Я хотел бы на один гибридский пример с вами обратить внимание. Это Диане Апостолов, 17 глава. Большинство из нас очень хорошо знают эту историю. Апостола Павла, Диане Апостолов, 17 глава. Я хотел бы начать читать 16 текста. Диане Апостолов, 17 глава, 16 текста. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он осуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимся. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот Суислов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения. И взяв его, привели его в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет, и не требует служения рук человеческих. Как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, и не найдут ли, хотя он, и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную посредством пределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дабарь, и другие с ним. Вот здесь мы с вами видим в городе Афина, вот из этого буквально отрывка Павел сталкивается с двумя сообществами. Одно для него очень близкое, знакомое, это синагога иудейская. Там он, возможно, чувствует, ну, может быть, не 100% на себя комфортно, но более-менее, там его собратья, там над ним никто не насмехается, по крайней мере, никто не подшучивает, с заказмом никто не общается. Но есть другие люди, люди, которым очень тяжело идти, иногда не охота идти, потому что от этих людей не всегда услышишь благодарность в ответ. Реакция на твое благовестие не всегда бывает положительной. Служа таким людям, возможно, услышишь заказом, издевки, возможно, услышишь насмешки. Но есть одно, если ты не пойдешь к этому сообществу, то ты никогда не сможешь донести до них благую весть. Если пойдешь, то есть шанс, что хотя бы один-два человека могут оттуда принять что-то. Мы с вами видим, что апостол Павел, придя в это сообщество, рассказывает и делится им своим опытом, говорит где-то на их языке. В синагоге иудейском он говорил на одном языке, одними терминами, одними идеями. С этим сообществом, сложным сообществом, так назовем, он говорит совсем на другом языке, на их близком языке, разговаривая с ними другими идеями, другими формами, другими символами. И мы с вами видим, что Павел, он служил другим сообществом. Вообще, чтобы донести евангельскую весть до какого-то сообщества, Павел готов был положить жизнь свою на это. Готов был отдать жизнь свою, чтобы донести Евангелие хоть до какого-нибудь определенного сообщества. Сегодня нам, возможно, тоже необходимо обратить внимание, как сегодня мы, есть ли у нас вообще в нашей жизни какая-то минута, хоть что-то в нашей жизни, что мы могли бы уделять служению современному обществу. Я хотел бы пригласить на это место моего друга, коллегу, служителя, пастора из Краснодара, Александра, чтобы он тоже буквально немножко поделился своим опытом служения современному сообществу. Пожалуйста. Я приветствую вас, дорогая церковь. Есть среди нас те, которые любят ловить рыбу. Кто любители рыбной ловли? Нет таких, да? Печально. Вы знаете, несколько лет назад я столкнулся с такой дилеммой, историей. И меня пригласили на чемпионат рыбной ловли. Организатор этого чемпионата был мой близкий знакомый. И он сказал, я вот организовываю, приезжай. Ну, я был любителем, думаю, попробуй, мне нравится. Когда я приехал на озеро, конечно, заранее попросил, чтобы мне разрешили взять моего друга, профессионала, рыбака. Конечно, там был определенный фонд. Мы вложились в этот фонд и вошли в это соревнование. Так получилось, что туда съехалось с большого города, даже с районов около 70 человек. Таких профессиональных рыбаков. Мы приехали на большое озеро. Это был водоем искусственного разведения карпа. На этом озере устраивали соревнования. Вы знаете, когда человек впервые сталкивается с таким мероприятием, конечно же, происходит какое-то волнение, переживание вообще получится или нет. Я испытал такой стресс, вы знаете, небольшой. Но я понял, что здесь все профессионалы, мне бояться нечего. Если я просто поучаствую, я просто порадуюсь этим процессом. Десять мест было призовых. Все остальные были, как обычно, не участвовали в розыгрыше. Когда нас распределили по местам, по секторам, мы кинулись с жребий. И вот мы и начали ловить рыбу. Первый мой улов был где-то грамм на сто. Такой небольшой карасик. Я так посмотрел на него, ну, он маленький, я его выпустил. Что потом я пожалел, это оказалось, это то десятое место, которое бы я занял. Но, вы знаете, когда мой друг, профессионал, приехал на это озеро, вот так оглядел это озеро внимательно, посмотрел на профессионалов, вот того я знаю, о нем показывают по телевизору, вот тот чемпионат Средней Азии, чемпион Средней Азии, вот тот третье место по России. И он так оценил всех участвующих. Я такой, ну, еще больше испугался, думаю, куда я попал. Ну, ладно, мы начали ловить рыбу. В итоге, не буду затягивать эту историю, в итоге мой друг занял первое место. От второго места его отделяло килограмм десять рыбы. Можете себе представить? Я занял одиннадцатое место, у меня было где-то около килограмма. Вы знаете, в чем была удивительная фишка моего друга? Он, когда посмотрел на озеро, сказал, здесь будет ловиться только на червя. Я говорю, подожди, карп, он же любит, что любит карп, кто знает? Карп любит кукурузу. И он говорит, ты знаешь, друг, ты знаешь, друг, он говорит, здесь его накормили кукурузой. Он переел эту кукурузу, здесь он будет есть только червя. Вы знаете, ну, это было удивительно. Все приехали с кукурузой, а он приехал с червяком. И мне дал немножко. Вы знаете, к чему я это говорю? Я люблю смотреть передачи про ловлю рыбы. И однажды я узнал, и как бы меня это тоже заинтересовало, что есть определенный вид рыбы, который очень сложно поймать. Чтобы поймать эту рыбу, нужно определенные снасти. Нужна определенная наживка. Нужно уметь закидывать. Нужно уметь подсекать. Это очень сложно. Но профессионалы умеют. И когда я видел, как кидает мой друг, ну, это вот знаете, вот как футболист знает, вот он может издалека попасть там чуть ли не в спиточный коробок. Тут так точно и знает куда и что насадить. Когда я приехал в новый город три года назад, когда перевели меня на новое место служения, я огляделся, посмотрел на церковь и понял, что церкви не хватает богатых, солидных людей. А где их найти? И я потратил деньги, чтобы войти в определенное полузакрытое сообщество. И сегодня я принадлежу этому сообществу. Вы знаете, это особая рыба, которая ловится на особую наживку. И на этот водоем не все могут попасть. Для этого нужно средства, для этого нужно потратиться, для этого нужно захотеть. Сегодня есть, конечно же, опыты у меня, связанные с этой категорией людей. Когда один мой друг, бизнесмен, миллионер, читает Библию, я ему подарил великую борьбу, мы с ним переписываемся. Одна девушка, бизнес-леди, которая имеет сеть ресторанов, она просит, чтобы я молился о ее детях. Я также дарю ей каждый раз календарей, подарил ей также книгу, книг, Библию. Вы знаете, это особая категория людей, которые надо уметь ловить. Для этого нужна определенный навык и определенная наживка. И если мы хотим ловить сложную рыбу, нам нужно для этого потратиться. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы хотели ловить самую хорошую рыбу. Спасибо большое, Александр, за ваш опыт, за ваш опыт служения. Если мы с вами обратим внимание вновь на Деяние апостолов, 17 главу, то увидим, что Павел служит определенно сложным людям. И на самом деле он держится, он благовествует, и они его служат. Они когда услышали, что он им говорит, они даже повели его в Ариапак. Ариапак – это такое судилище, где производят какие-то судебные дела. Он доходил до 30 человек приблизительно. И Павла на этом месте слушают. Я подумал, не каждый мог бы вообще говорить этим людям. Кто-то мог бы 5 минут продержать, бы сказать, все, спасибо, хватит, больше нам ничего не говори, мы больше тебя слушать не будем. Но Павла слушают и слушают до конца. И пусть в конце реакция где-то была не очень положительна, то есть не так, как мы сегодня привыкли ожидать, но где-то тоже здесь есть победа, где-то здесь есть плюс, потому что несколько человек все-таки услышали Павла, поверили, последовали за ним. Мы с вами видим, что Павел использует где-то их символ, использует их язык. Он вот здесь даже, по-моему, сейчас скажу, 28-й текст, вот здесь он цитирует их стихотворцев. Он говорит, из ваших стихотворцев говорили. То есть он знал какие-то вещи, которые были у греков, у афинян. То есть он что-то знал об этом, интересовался, узнавал, пользовался, применял это в служении им. Я сегодня понял, что я могу служить только определенному сообществу, не всем, потому что я не знаю их язык. Брат Александр сказал, чтобы служить вот этой категории людей, нужно знать тоже язык. У меня есть в церкви один брат, он очень хороший музыкант, и у него есть друзья-музыканты, и вот он служит им. Когда он перечислил те инструменты, которые у него есть, я сейчас их записал, хочу вам прочитать, я ни один из них не знал даже наименования. Он мне перечислил, говорит, у меня дома имеются вот такие вещи, как у музыканта. Трехватный комбик, мультитул, укулеле, пятипозиционный переключатель, педальтюна, патч, луппер, слайдер, стрейплок. Вот такие слова у него есть, вот такие вещи у него есть дома, как у музыканта. Я вообще не слышал никогда этих слов. Я понял, чтобы служить сообществу музыкантов, надо хотя бы иметь представление вот об этих всех деталях. Хочу сказать о том, что служение современному обществу, это немножко длительный такой труд. Мы всегда как-то раньше привыкали к тому, что это очень быстро все делаться должно. Мы помним те времена, когда люди за 20, за 21 день принимали кардинальные решения в своей жизни, изменяли жизнь, посвящали себя Иисусу, Христу. То сегодня я почему-то начал замечать, чтобы человеку хотя бы позволить, чтобы ему что-то сказали о Боге, для этого нужно время. Я как Александр, когда приехал в Новый Город для служения, мы как пастор, нам же всегда тяжело, мы приехали в Новый Город, никого не знаем. Члены церкви хоть кого-то знают, с кем-то учились, с кем-то общались, с кем-то работали, с кем-то служили. Мы пастор вообще никого не знаем в этом городе. Я, так как играю в футбол, я нашел для себя футбольную команду. Я решил, вот молился, просил, Господь подарил мне эту футбольную команду. Я решил, что я с этой командой буду общаться, пока вот я служу в этом городе, буду просвещать благовестие этим людям. Вот у нас есть традиционно, мы по воскресеньям играем в футбол, потом мы едем все в сауну вместе, в футбольную команду, потом мы едем все вместе кушать, ну в чайхану, или в столовой, в ресторан, и едем кушать. И там есть такая платформа общаться. Представляете, я уже дружу с ними два с половиной года. Представляете, два года понадобилось для того, чтобы они хотя бы разрешили мне что-нибудь им рассказать о Боге. То есть два года они не давали мне этого делать. Как только я что-то хотел сказать, они меня останавливали, говорили, подожди, подожди, давай, пожалуйста, не об этом. Пошло буквально два года общения с ним, построения отношений с ним, дружбы с ним, служения им. И столько спустя два года они согласились меня слушать. Джон Паулин в своей книге отмечает, что мы привыкли мерить категориями крещения. Для нас успех – это крещение. Он рассказывает и показывает вот такую шкалу. Вот представьте себе такую шкалу – минус 10 и плюс 10. И пусть крещение где-то будет на отметке 0. Ну где-то вот 0, 1 – это крещение. И мы привыкли думать, если вот мы встретились с людьми, они минус 10, кто-то на минус 8 был на тот момент, ну, расстояние от Бога, минус 6, минус 7. Вот успех – это когда они 0 или 1, или вот уже стали учениками Иисуса, пошли там в плюс. Для нас это был успех. Он описывает, что современному обществу, если так служить, с таким подходом, ты будешь испытывать постоянные одни разочарования. Это не так. Если ты даже потратил два года, человек был на минус 10, и он стал на минус 3, но еще не принял крещение, это тоже успех. Это тоже то, что произошло. То есть мерить не мерками крещения, а мерить таким измерением движения в их жизни. Да, они вот от низкой точки стараются, двигаются вперед, что-то в их жизни изменяется. Да, они еще, возможно, не полностью посвятили свою жизнь Богу. Но если они уже начали задавать вопросы, чем-то интересоваться, начали слушать, значит, что-то у них произошло. И это тоже успех. Сегодня мы с вами говорим о том, что есть две модели служения. Модель служения – свет и соль. Свет церкви – это вот, когда Иисус говорит о Иерусалиме, говорит о храме, который было видно издалека. Вот ты попадаешь в город, невозможно было не увидеть, наверное, храм. Вот, придя в Иерусалим, потому что он на горе, высоко, он светит. Вот ты зашел в город, и ты понял, куда тебе надо идти. Я помню, раньше, когда едешь со стороны Тулы, еще не подъезжаешь к станции Тарусская, не знаю, так же она называется сейчас или нет, но когда ты уже едешь мимо вот этих лесов, сквозь эти леса видны здания нашей Заокской Духовной Академии. Ты еще не подъехал сюда, но уже сдалека видно нашу церковь. Но знаете, на самом деле, сегодня в современном обществе, в наших городах церкви не светят, как светил раньше Иерусалим. Раньше зашел и сразу увидел. Многие люди, иногда приезжая в город, не могут адвентистскую церковь найти два года. Вот у меня были такие случаи, люди ходят, живут в нашем городе, переехали, не могут найти адвентистскую церковь годами. Они даже не подозревали, что здесь есть адвентистская церковь. Сегодня служение модели света, оно сегодня где-то, оно работает, оно нужно, оно тоже важно. Но сегодня современное общество почему-то не хочет само идти в нашу церковь. Надо за ними сходить, надо их привезти, а чтобы пойти, это надо как соль раствориться между ними. Хотел бы еще на один отрывочек обратить ваше внимание. Это первое послание Коринфянам, шестая глава. Первое послание Коринфянам, шестая глава, с девятого по одиннадцатый текст. Здесь есть вот такие тексты. «Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют?» Не обманывайтесь. И вот здесь апостол Павел, посмотрите, каких людей перечисляет. Обратите внимание, он говорит, «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие не наследует», пишет апостол Павел. А в одиннадцатом тексте он пишет, «И такими были некоторые из вас». Уже обращаясь к верующим людям, он говорит, «Такие были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть апостол Павел пишет верующим людям и перечисляет такие категории людей, если сегодня, вот мы говорим, труднодоступные сообщества, если у нас было бы такие топ-100 самых трудных сообществ, вот эти перечисленные здесь, наверное, входили бы в первую десятку самых сложных сообществ. Но апостол Павел не чуждался благовествовать им, общаясь с ними, служа им. Мы видим, какие перемены происходили в их жизнях. Павел говорит, «Вы тоже были когда-то такими, но изменились благодаря служению апостолу Павлу». Павел говорит, «Я ради благовестия с иудеями веду себя как иудей, с язычниками как язычник, как подзаконенный, как подзаконный, для чуждых закона, я как чуждый закона, будучи подзаконен Христу». Ради вот этих сообществ, ради вот этих категорий людей апостол Павел положил на это свою жизнь. Иоанн Коститель, помним, он жил в пустыне, к нему приходили люди, к нему приходил народ. Иисус Христос совершал служение среди людей. Все мы помним метод Иисуса Христа. Сегодня он как-никак популярен, он действенно сегодня, он работает в нашем мире, потому что сегодня служение современным людям, это не быстрая перспектива, это долгосрочная перспектива. Действительно, для них нужно служить. Я иногда как пастор рассказываю членам церкви, как мне сложно это делать, потому что я пастор, а на начальном этапе пастор никому не нужен. На начальном этапе нужен плотник, на начальном этапе нужен врач, на начальном этапе нужен дантист, потому что люди вначале нуждаются в каком-то служении, чтобы для них как-то служили. на начальном этапе не нужны никому слова о Боге. Для них сначала нужно послужить, завоевать их доверие, служить их нуждам. Я говорю об этом членам церкви, я говорю о том, что хоть мне тяжело, но я стараюсь, что-то пытаюсь сделать, чтобы хоть как-то донести до кого-то, до определенных людей евангельскую весть. Я сегодня хочу пригласить вас, чтобы мы могли задуматься. Подумайте сами, возможно, будет у вас время с Господом поразмышлять, какому сообществу могли бы послужить вы. Возможно, у вас уже есть такие люди, возможно, у вас есть такое сообщество. Для какого сообщества могли бы послужить вы? Пусть Господь вас благословит в этом размышлении, пусть Господь подарит вам таких людей, и пусть Господь дарит вам истинную радость, счастье, когда вы будете нести Евангелие таким людям. Потому что я понял, христианская жизнь без евангельского служения, она в какой-то момент обязательно потухнет, она погаснет. Без евангельского служения христианин не может выжить. Это его подпитка, это его бензин, это его масло, благодаря которому он живет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok